Говоря чеченский, я имею ввиду и происхождение. Это кадыровские. Такие как Чимаев и прочие, которые стали его собачками на поводке. По сравнению с ними Хабиб не стал таковым. Однако Тумсо ты пытаешься угодить, когда речь идет о Хабибе, соседям, зная их менталитет и фанатизм. Почему если наш назовет Путина своим лидером, кадырова братом, он сразу муртат, а на других это не так? Так, Ичкерия, но ты возводишь на меня сейчас ложь. Я никогда никого не называл муртатом из-за того, что он кого-то назвал лидером или братом. Приведи мне конкретный пример, где я какого-то спортсмена, как ты говоришь, назвал его муртатом. Ты не приведешь. Никогда я подобного не делал. А что касается разницы в конкретных каких-то случаях, то да, она всегда есть. И это никак не зависит от того, что там кто-то фанатеет по Хабибу, соседей или нет. Валлахи, плевать мне с высокой колокольни, кто там по нему фанатеет и кто обидится, если я что-то скажу. Я вижу изменения в этом человеке, когда я вижу, что они происходят, я их отмечаю. Когда он с кадыровым братался, я высказывался по поводу него однозначно и жестко. Когда я увидел, что этот человек отошел и что он, в отличие от других, имеет какие-то свои амбиции, он не хочет быть песиком кадыровским, я, разумеется, это тоже отмечаю. И так и надо делать. И здесь не нужно иметь какие-то националистические предпочтения. От того, что Хабиб является не чеченцем, это не значит, что теперь мы должны его топить. Он не чеченец, но ведет себя гораздо более достойно в этой нише, я имею в виду. Это не значит, что его поведение в целом достойное. Но по сравнению с чеченскими спортсменами, говоря чеченский, я имею в виду и происхождение, это кадыровские, такие как Чимаев и прочие, которые стали его собачками на поводке. По сравнению с ними Хабиб не стал таковым. Поэтому я это отмечаю. Если завтра Хабиб станет на их уровень и тоже станет его собачкой, я также скажу и про него. Что здесь непонятного? У меня просто нет каких-то национальных предпочтений в этом вопросе. Абсолютно все они равны. Кем бы они ни были. Почему руководство Чараи не боролось с полевыми командирами, которые были ответственны за теракты? За какие теракты, Кирилл Леонов? Можешь назвать нам эти теракты? Как вы думаете, действия Басаева в межвоенный период помогли дестабилизировать избранное чеченское правительство? Какие именно действия? Назови, пожалуйста. Тумсо, а было бы тебе приятно, если бы Ичкерия также сдала бы территорию для какого-то народа? Так же это как? Уточни, пожалуйста. 95. Вот смотрю на Талибан и завидую их победе за свободу. Иншаллах, наша победа тоже близка. Ну, иншаллах, конечно, хотелось бы, чтобы наша победа была близка, но пока, к сожалению, каких-то предпосылок мы не видим. К сожалению, пока она еще не близка. И чтобы она была близка, чтобы ее приблизить, для этого нужно трудиться, нужно работать. К сожалению, пока что мы не видим какой-то активной деятельности в этом направлении. Талибы, они 20 лет очень активно боролись за освобождение своей страны. В конечном итоге это произошло. Ну, в нашей ситуации пока, да, мы какое-то время, конечно, активно боролись, но эта борьба у нас, она постоянно иссякала, 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 и сейчас эта борьба не на лучшем уровне, к сожалению. За любую границу в Европе пролито в миллиард раз больше крови, чем за любую другую. Но в какой-то момент они договорились забыть обиды и убрали их. Совершенно верно. Даже у них до сих пор там какие-то настроения есть, какие-то претензии там друг к другу, это все у них до сих пор имеется. Но при этом они смогли вот достичь какого-то компромисса, понять, что в целом на этой политической карте мира они будут представлять общие интересы, они будут единым таким фронтом выступать и политическим, и экономическим. И это привело их к успеху. Тумсо, раз уж ты пошел на тему истории, то должен знать, что на земли, которые ты не считаешь нашими, были азербайджанские ханства, до этого были азербайджанские государства, иль Гязиды, Ширваншахи. Дорогой друг, от того, что ты там построил свое государство, придя на эту территорию, от этого лесгины там не стали чужими. Лесгины, они там коренные. Ты туда пришел после них. Лесгины туда пришли, никого оттуда не выгоняя. Когда эти земли были никем не заселены, туда пришли кавказские народы. Грузины, чеченцы, лесгины, аварцы, лакцы и другие народы, черкесы. Мы пришли на Кавказ, ни у кого его, до нас там никого не было, свободные земли были. Мы туда пришли и первыми освоили эти земли. Мы там ахтохтоны, первые. Ты пришел туда второй. От того, что ты по 10 государств там построил, лесгины являются там хозяевами. Понимаешь? Поэтому борьбу за свободу лесгин мы всегда будем поддерживать. Нравится вам это или нет? Если они ее, конечно, будут вести. Человек появился в Африке. Все когда-то откуда-то пришли. Вопрос лишь в том, насколько вглубь это можно проследить. Мы сейчас говорим не о том, где появился человек и насколько вглубь мы будем следить. Мы говорим о какой-то территории и кто на эту территорию пришел первым и стал ее, так сказать, обживать. А не завоевал эту территорию, понимаете? Когда мы говорим про коренное население, про исконность и ахтохтонность, это не значит, что тот, кто там коренной и ахтохтон, он какой-то блатной или крутой. Здесь просто вопрос справедливости. Когда, допустим, азербайджанцы, мы сейчас говорим про Азербайджан, когда они нам говорят, что, мол, почему это не наши, а вот лесгины имеют право на то, чтобы на свободу, мы им объясняем. Потому что они были там раньше вас, и они, соответственно, имеют на это право. Вы туда пришли в результате каких-то там геополитических игр, развала союза и так далее, территория эта стала частью Азербайджана. Не по воле лесгин, не по воле кавказцев, а вопреки этой воле так произошло. И, соответственно, это теперь не дает право азербайджанцам говорить, что это какая-то исконная территория. И это не лишает права лесгин на собственное государство в рамках той земли, на которой они жили. Вот что это значит. При этом это не значит, что если ты что-то завоевал, например, или в результате каких-то договоренностей какая-то территория тебе перешла, что теперь ты там должен оттуда уйти, мы это не говорим. Как, например, турки завоевали Константинополь, и он стал Стамбулом. Сегодня это Турция. Никто не говорит, что они должны оттуда уйти. Но и коренными жителями ведь они там тоже не являются. Мы ведь это понимаем. Это было бы ложью сказать, что они там корены. То есть, от того, что мы говорим, что они не коренные, это не значит, что мы говорим им оттуда уйти. О вопросе с Азербайджаном мы просто говорим о том, что лесгины, наши братья-кавказцы, имеют право и должны бороться за собственное государство, лесгистан, и за его свободу. Они должны это делать, как и все остальные. Прежде всего, мы, чеченцы, мы должны пытаться освободиться от России. Все остальные народы, дагестанские народы, ингуши, осетины, все кавказские народы должны стремиться к этому. Должны осознать, что наш успех, он в освобождении от оккупации и в объединении в рамках Единого Кавказского Союза. Тумсо, но говоря об азербайджанских ханствах, говоря, что лесгины там коренные народы, так по твоей же логике тогда и в Карабахе коренные народы армяне, разве это не противоречие? Если бы я говорил, что там армяне коренные, было бы противоречие, но этого не говорю. Я не знаю, кто у вас там коренной, а кто нет, это вы, пожалуйста, с азербайджанцами там разберитесь. Не мы, чеченцы, будем сутями в этом вашем вопросе. Вы, пожалуйста, не вмешивайте нас в те темы, которые нас не касаются. В сегодняшнем конфликте, который на этих землях карабахских, я говорю, что я на стороне Азербайджана и считаю, что они правы. А вот кто из вас там коренной, а кто нет, мы, к сожалению, разобраться не сможем, так как и вы, и они там, скорее всего, далеко не коренные. Поэтому это немного не наша тема. Однако на Кавказе мы знаем точно, кто является коренным, кто является автоптоном, а кто там пришлый. Ну что, теперь, скорее всего, конкретный враг для некоторой части азербайджанцев из-за этой истины в вопросе про лесгинские земли. Я не пытаюсь угодить кому бы то ни было. Я говорю то, что думаю и как считаю нужным. Это прелесть моего положения, так как я не являюсь каким-то политиком. Я блогер и могу высказывать свое мнение открыто. И я буду это делать, иншаллах. Когда я выступаю на стороне Азербайджана в азербайджано-армянском конфликте, мне рука плещет. Когда я говорю про вопрос Лизгистана, разумеется, какая-то часть из этих азербайджанцев, которые мне рука плескали, во мне разочаровываются. Но в этом нет ничего плохого. То есть для меня в этом нет ничего плохого. Ну и что? Мне не нужно их рукоплескание. Для меня гораздо важнее, чтобы моя позиция была последовательной, чтобы я не метался из стороны в сторону в зависимости от конъюнктуры или выгоды и так далее. Надеюсь, что у меня будет получаться это всегда. И еще раз хочу повторить, что лично ни к азербайджанцам, ни к армянам ничего не имею, никаких претензий. В вопросах политических, в вопросах конфликтов, в вопросах территориальных, и тем более в вопросах свободы и освобождения, борьбы за свободу, конечно, где-то, где вы не правы, я буду высказывать свое мнение. А азербайджанские сунниты, они вообще должны меня не только понять, но и поддерживать в этом вопросе. И меня, и эту позицию, которую я высказывал. Это их обязанность. Как говорится, только мечом мужчина должен доказать право на землю. Кто сильнее, тот и прав. Черкесский хищник. Ну, это не... Это такое правило, знаешь, сегодня сильнее один, завтра другой. В 92-м сильнее оказались армяне, а в 2020-м азербайджанцы. Поэтому, ну, да, это переменный такой успех. Сила тоже не всегда бывает на одной стороне. И некоторые конфликты, они, да, действительно могут быть решены только силой. Только военным путем. Вот Карабахский, он был именно таковым, договориться просто не вариант был. Некоторые вопросы есть, где можно договориться, где не нужно применять никакой силы. И вообще приоритетом является, конечно, договор. Надо пытаться без силы, без кровопролития решать вопрос. Особенно на Кавказе. Кавказским народам надо стремиться именно к этому. Потому что потом, после пролития крови, это на столетие, это вражда, это постоянные попытки смущения. Короче, это очень нехорошо влияет в целом на нас всех. Еще раз вам напоминаю про мой телеграм-канал, ссылка там, подписывайтесь. Патреон, ссылка там, подписывайтесь. Голосовые чаты почти каждую ночь. Приходите, спорьте, общайтесь. Субтитры подогнал «Симон»!